ну а здоровье слово которое сегодня наверное будет звучать достаточно часто в программе трое на биме не считая собаки которая начинается прямо сейчас и я рад представить вам редакционного директора казан media solutions Ольгу Ахаеву здравствуйте да а в гостях у нас с Ольгой сегодня замечательная девушка помните да где-то был какой-то сериал в 90-х назывался Энтони Квинн женщина-врач так вот у нас в гостях Ковалева Юлия Анатольевна она зав родильным отделением многопрофильной клиники Ава Казани и говорит мы будем сегодня о рождаемости о демографической ситуации в Казани о том о детках кто родится да у нас собственно о детках пробирки добрый вечер добрый вечер я рада всех приветствовать очень рада что есть возможность пообщаться с вами и с нашим любимым городом Юль можно пожаловать конечно у меня сразу первый вопрос такой в последнее время город очень хвалится тем что у нас плеск рождаемости цифры приводит вот я сейчас не вспомню конечно но помню что у нас прям все стало так очень хорошо много детишек рождаются вот вы как врач гинеколог акушер вот на себе чувствуете работа прибавилась да конечно все акушер гинекологи нашего города во всех родильных домах с огромной радостью подтвердят мои слова что рождаемость действительно растет и мы очень рады этому и рады еще тому что на этот момент обращает внимание руководство нашего города и все больше и больше возможности появляется в городе для оказания качественной помощи женщинам в положении женщинам которые ожидают счастливого прибавления в своем семействе а сейчас бум демографически вообще может быть и так с какой стороны посмотреть с одной стороны конечно бум потому что если еще 10-15 лет назад мы чаще сталкивались той проблемой что пациентки искали место где бы прервать случайную беременность то сейчас люди с радостью сообщает об этом рад торжественном событии и думают скорее где же ее наблюдать и как гарантировать безопасность роста развития рождения своего малыша но это связано с общим материальным уровнем с тем что 10 лет назад нефть допустим стоило 40 или 60 а сейчас за 120 все-таки давайте перейдем к к демографической ситуации насколько я понимаю рождаемость связана наверное с теми людьми кто рожает и с тем нас ох насколько собственно поколение вот сейчас многолюдное рожает у нас на дворе сейчас тринадцатый год вот в среднем какой вот на на глаз без статистики средний возраст роженицы в этой ситуации мы также столкнулись тем что за последние 10 лет категория женщин рожающих она изменилась то есть если раньше в среднем в основной массе рожали женщин в промежутке от 20 до 30 лет то сейчас этот диапазон расширился колоссальным образом то есть если раньше юные девушки получившие первую беременность они категорически боялись ее сохранять и находили различные методы чтобы ее прервать то в настоящее время очень приветствуется помогают в этом и психологи и даже многие родители с радостью относятся к этим первым беременностям мы встречаем частые юные первородящие ситуации точно также изменилась ситуация и в другую сторону очень большое количество женщин с радостью беременеть третий четвертый раз уже и после 30 и даже после 40 а учитывая то что в настоящее время очень активно развиваются помогать на репродуктивной технологии то даже те женщины которые в юности не имели возможности познать радость материнства сейчас даже в позднем репродуктивном возрасте они получают это счастливый шанс и становятся мамами даже в возрасте после 40 лет какая счастливая картина рисуется все идут и рожают просто в огромном вот такое расширение диапазона возраста не влияет ли на здоровье детишек вот маму раньше 28 лет женщин называли старородящие а сейчас после 40 и ничего детки здоровой рождают но здесь конечно повысила соответственность медицинских работников потому что наша задача уже с радостью встретить маму любого возраста и все-таки обеспечить и гарантировать ей рождение здорового малыша то есть как бы предупредить все те моменты которые в наших силах предупредить на самых ранних этапах чтобы родители в любом возрасте получили здорового полноценного ребятенка сколько сейчас стоит родить в среднем 40 лет но чтобы действительно если есть какие-то проблемы со здоровьем вопрос цены в последнее время в связи с медицинской помощью встает все чаще и чаще это связано с достаточно большим спектром причин во первых к сожалению пока не все бюджетные организации имеют возможность оказания полного спектра услуг на которые рассчитывают и которые требуют наши пациенты но к счастью у пациентов появляется возможность выбора и сейчас появляется а частная медицина хорошей клинике сколько но ведь в нашем в нашей республике частный родильный дом который планирует свое открытие он будет первым у нас роды будут стоить 67 тысяч 800 это естественно физиологические роды стоимость этих родов будет входить и наблюдение и лечение самой мамы при необходимости анестезиологическое пособие при необходимости экстренно оперативное лечение сюда же будет входить и и размещение питание нахождение в индивидуальной палате в течение четырех суток совместно с малышом палаты все спланированы таким образом что это мать и дитя есть возможность совместного пребывания с ними ближайшего родственника то есть если папа хочет с первых дней ощутить эту радость близости с новым членом их семьи у нас эти возможности будут в нашей клинике авоказань частный родильный дом уже этим летом откроет свои двери для всех желающих ну то есть продать девятку положить жену рожать нормально вот это еще не считаю наблюдение за беременностью но наблюдение за беременностью возможно сейчас в городе в самых различных медицинских центрах и даже бесплатные женские консультации по месту жительства оказывают очень качественные услуги в этом спектре то есть они обладают всеми возможностями необходимыми то есть сейчас появился в городе и достаточно хорошо спланированный пренатальный скрининг хромосомных проблем у малышей интересно какая там очередь по времени в женских консультациях и но как бы организации женских консультаций даже нескольких некоторых в нашем городе они подразумевают а предварительную запись что как бы точно так же все-таки старается оптимизировать прием беременных но те женщины которые все-таки хотят индивидуального подхода и для которых очень важно получить полную полноценную информацию они часто выбирают все-таки частные клиники где они могут получить неограниченное количество времени для общения с врачом и часто к нам женщина встающие на учет приходят не одни они приходят всей семьей приходят вместе с супругами потому что очень радостно отметить что ответственность молодых особенно пар сейчас гораздо выше чем вот предположим 10-15 лет назад то есть сейчас рождение ребенка это не случайность чаще всего это подготовленный спланированный радостный момент и поэтому что вы хотите сказать что большая часть свадьб происходит по любви конечно знаете я до сих пор верю хорошее и думаю что именно так все и происходит рождается слава богу но у нас так много красивых детей в казани потому что они все по любви ага вот я согласна с вами отлично я напомню что мы начали беседовать с юлией ковалевой заведующим родильным отделением многопрофильной клиники а в оказань а в программе трое на бим не 6 собаки которые ведем мы вместе с ульгой ахаевой редакционным директором казан media solutions юль вот у меня такой вопрос еще лет 20 назад проблема бесплодия вообще это было звучало как приговор очень много было бесплодных пара сейчас все больше и больше люди которые же много лет отчаялись завести детей заводят эти опять-таки в возрасте после 40 лет и даже ближе к 50 вот я знаю что это связано с тем что в городе появилось много клиник подобного которые оказывают услуги в том числе так называемые дети в пробирке я знаю что у вас клиники тоже оказывают такие услуги да да много вообще сейчас обращаются очень часто женщина обращаются в наш филиал это казанский филиал а в петер который расположен на улице гвардейской так называемый центр планирования семьи да 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 который работает уже очень давно по этому направлению но вот последние годы возможности расширяются данного центра и благодаря тому что и по есть новые хорошие прекрасное оборудование специалисты этого центра могут помочь пациентам данного профиля это очень дорогая процедура и коэк саркорпоральном плодотворении это не каждый может себе позволить в принципе ну достаточно дорогостоящая но тем не менее коль уж вы говори заговорили про девятку это гораздо дешевле чем купить новый автомобиль вот поэтому это первый момент и второй момент государство выделяет квоты бесплатные на проведение полных циклов эко в прошлом году было более что это искусственное оплодотворение это экстракорпоральное оплодотворение когда проводится забор яйцеклетки у мамы теперь берется сперматозоид папы специальным образом а проводится оплодотворение под микроскопом и уже эмбриончик жизнеспособный подсаживается в полость матки где наступает беременность то есть насколько я понимаю это процедура необходимая в случае определенных медицинских да например если у мамы непроходимые трубы по каким-то причинам и яйцеклетка естественным путем никак не может встретиться со сперматозоидом в этом помогают доктора репродуктологи и эмбриологи то есть такой отель для час для яйцеклетки и сперматозоид но сегодня эти технологии ушли еще дальше то есть есть возможность даже при мужских факторах бесплодие когда сперматозоиды имеют свои ограничения использовать более тонкие методы так называемая инъекции внутрь яйцеклетки когда эта процедура называется икси когда искусственным образом сам сперматозоид уже вводится в яйцеклетку то есть здесь исключены другие случайные факторы мешающие оплодотворение у меня какие-то научно-познавательные мультики в этот момент происходит сперматозоид там на костылях нет 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 все совершенно гораздо более красиво это современное действительно оборудование и на экранах это можно за этим следить и это действительно естественный процесс который ну в котором просто доктора и специалисты принимают ну такое активное участие а что такое квота кто решает сколько сколько семей имеет право завести детей если у них это не получается естественно государство то есть выделяется а вот 2003 году уже выделено 600 600 квот и пациенты наши республики они встают в виде очереди и по записи получают возможность проведения полного цикла бесплатного экстракорпорального оплодотворения это как социальным жильем к этому надо ждать 50 лет а потом возможно внуки твои конечно то есть эта очередь проходит в течение полутора максимум двух лет это время в принципе необходимо бывает для того чтобы более тщательно обследовать женщину и мужчину желающих завести ребенка и бывают ситуации что уже в процессе обследования или других более щадящих вспомогательных процедур пациенты получают желанную беременность естественным путем насколько насколько больше желающих провести эту процедуру чем вот эта квота которая ну если учесть что очередь длится в течение двух лет то соответственно желательно раза в три хотя бы увеличить для того чтобы обеспечить большую часть желающих вообще квота я понимаю что это не совсем да даже вашу специфику затронем в данный момент квоты такое страшное слово которое многих людей лишает надежды вообще на жизнь и так далее там онкологические квоты по онкопрепаратам и так далее например нет 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 это не совсем верное представление это как бы дотация государства то есть это государство выделяет деньги на проведение полной программы и в данной ситуации ну как бы мы очень благодарны что есть возможность что есть у нас есть бесплатная медицина подожди либо как говорится либо крест с ними либо трусы надеть а тогда такой вопрос кто вот эти квоты вот эту милость нам выдает ну это отдел квотирования специально я вам не скажу кто это выдает выдает и выделяет то есть это конечно руководство города который планирует бюджет то есть да республиканская программа то есть республика торсан в этом плане находится в достаточно хороших условиях то есть это республиканская программа по стимуляции там рождаемости в республике конечно все тогда даже не на всю россию тут мы немножко впереди здесь мы впереди действительно это здорово потому что то оборудование которые используются те расходные материалы они действительно дорогостоящие и как бы самого высочайшего уровня поэтому а здорово что руководство республики обращает внимание на эти проблемы и помогает этим пациентам а вот просто я связываю немножко в курсе этого вопроса у меня близко родственница родила девочку с помощью экстракорпорального плодотворения правда москве я знаю что обычно с первого раза не получается бывает что женщина очень маленький процент женщину которых которую удается забеременеть с первого раза после первой же процедуры как правило это несколько мучительно там две три четыре неудачных попыток правильно а государство как оплачивать все эти попытки весь каждый стоит денег правильно дело в чем сейчас и в этом направлении есть наше преимущество в нашего центра у нас формируется банк который позволяет замораживать и хранить полученные эмбрионы то есть достаточно одного протокола в котором получается несколько эмбрионов подсадка проводится одного максимум двух эмбриончиков а остальные они могут храниться и дожидаться следующего более удобного момента дело в чем то есть говорить о том что первая попытка неудачно мы тоже не можем то что у большого процента а бывает да и результат хороший и с первой попытки а правда что много близнецов рождается при вспомогательных репродуктивных технологиях но это было все-таки раньше потому что раньше не было лимита по переносу то есть переносили и два и три сейчас все-таки переносится максимально только два эмбриона в некоторых ситуациях одного поэтому как бы мы получаем чуть больше чем в естественных циклах но тем не менее получаем благополучно то есть был такой период когда пошла и оп у тебя в 8 человек за рубежом это и до сих пор встречается но тем не менее а ведь это высокий риск для малышей и для мамы и поэтому на задачу медиков все-таки гарантировать рождение здоровых малышей согласен